безусловно по совокупности факторов вот это лучший сверхфинишный абразивный материал для полной подготовки режущего инструмента прежде всего мы будем осматривать это все в разрезе применение к заточке бритв клинковых потому что бритва клинковая в заточном процессе это наверх наивысшая ступень эволюции вот этих всех режущих инструментов никакой другой инструмент к себе такого внимания не требует как бритва клинковая естественно по понятным причинам в гораздо большей степени он это будет высказывание актуально для любого другого режущего инструмента будь то ножи ножницы ножи для машинок для стрижки ножи рубанков стамески самые топовые это все идеальный абразивный материал идеальный к огромному счастью мне довелось подержать в руках изрядное количество различных пород абразивных материалов вот это как явление ну для начала мы обобщим а потом слегка сконцентрированное внимание сузим японский натуральный камень чем хорош если он естественно качественный скажем так даже несравнимо наивысшая у него скорость обработки при несравнимо наивысшей тонкости этой же обработки это у нас марука вот здесь был штамп он поскольку эта сторона она капельку тоньше чем это уже если так можно в толщину вот здесь там был ну в общем то тут нужно поверить мне на слово я при помощи этого камня обработал не одну сотню единиц и опять же таки отталкиваясь от своего личного безусловно субъективного опыта могу сказать что это лучший абразив для обработки финишной супер финишной и доводочной обработки бритв клинковых никакой другой материал абразивный не справится с этими задачами лучше вот этого камня габаритные размеры 210 на 75 с одной стороны 73 с другой стороны миллиметра ширины толщина играет от 16 до по моему 19 миллиметров это за все глаза на все жизни 20 человеком хватит вот так по твердости 5 плюс еще не стекловидный но уже твердый твердый настолько что его можно применять как ханзан или другими словами как притир для пород более мягких и для того чтобы нам этот вопросик закрыть к этому камню я присовокуплю вот такой огромный брусок будем его так называть это светло-зеленый тюрингеец после того как на вот этом камне новый законный владелец если таковой найдется совершит абсолютно идеальный финиш с скажем так оформлением фаски рабочий косуми финишем потом на вот этом камне либо прямым наведением поскольку эта порода она значительно мягче этой сейчас это все покажу воочию либо еще лучше через алмазную пластину сюда суспензии тюрингийца переносится и совершается доводка все это будет идеальный финальный аккорд после этого ваша кожа скажет вам спасибо за то что вы просто идеально довели до рабочего состояния рабочий же свой инструмент теперь мы сейчас коробочку отложим в сторону особо тут никаких зеркал я не наводил но он выглаживается сам по себе естественно камень ровный не так давно я его ровнял лекальную линейку и тащить не буду поверьте на слово он ровный оттого как я за этим слежу крайне внимательно и на постоянной основе я камни подравниваю так что нам требуется чуть-чуть водички и вот так изрядно истертой тысячной пластиной мы самую капельку наведем на него суспензии самую капельку наблюдайте внимательно опять же таки обращаюсь потенциально законного владельца по большому то счету если на этот камень ну опять же таки у него прелесть состоит в том что на него выход можно осуществлять практически с первого камня то есть он работает настолько быстро допустим есть породы вот как вот этот прекрасный storm shadow вот на него он крайне хорош но только при одном условии для него нужен четко конкретный выход ну своевременный в противном случае он вообще себя никак не проявит эффективность будет равняться нулю вот этот за счет вот этой потрясающей скорости вот это кстати у него скорость нулевая он ценен для меня по крайней мере он ценен тем что он идеальный как ханзан то есть как основа для наведения суспензии сам он практически не работает просто за счет своей твердости и скажем так твердости и плотности породы очень хорошо на нем работает свободное зерно но опять же таки крайне внимательно надо с временем выхода на вот этот камень в противном случае все загубите возвращаясь к японцу вот объем объем скромный абсолютно вот бритва бритва немецкого производства твердая сталь она не пластилиновая это не нержавейка вот ход я думаю заметно что начало темнеть если естественно увеличу я амплитуду я специально никуда не тороплюсь аккуратненько потихонечко потихонечку вот так я совершаю возвратно поступать мне движение и вот оно уже вот они полосочки темные доводилось мне держать в руках благодаря прежде всего максиму николаевичу которого я отдельно сердечно приветствовал различные абразивные материалы естественно подбирал я для себя выбирал поскольку на инструментах экономить вообще дело дурное поэтому я для себя выбирал самое лучшее вот этот камень у меня находился очень длительное время и абсолютно я удовлетворен его ходовыми характеристиками ну все как бы вот это можно еще вот так самую капельку добавить воды дабы развести имеющиеся в наличии где-то какая-то крошечка уже не будем убирать тут в общем то не суть важна суспензия если естественно работать скажем так высоко такими активными движениями то естественно тут черное лезет моментально при всем при этом вот допустим давайте так вот в таком разведении суспензии он будет работать на частоте где-то ну за 20 килогрит это 100 процентов камень творит чудеса при всем при этом он по-прежнему поджирает нет такого что он начинает спотыкаться клинок на нем ерзает ну как бы бестолково и вот здесь я не знаю видно это или нет вот эта суспензия она настолько ну вот это видно она сразу начинает рыжать то есть съем металла настолько критично малый в объеме что моментально коррадирует частицы металла вот допустим если если вот это то что я только что показал это финишный этап бритвы с финишем можно заканчивать и нам остается следующее сейчас я вам покажу как работает свободное зерно тюрьмейца вот я беру алмазную пластину я ее хорошенько промываю смотрите внимательно она исключительно хорошо промыта дышнюю воду отсюда мы убираем вот камень вот пластина вот нагура проверяю со всех сторон чтобы не было крупных каких-то частиц все вот этого объема с головой хватит для того чтобы совершить доводку так камушек отложили руки протерли и вот таким образом еще слегка уменьшим давление я не знаю видно ли это я сейчас попытаюсь вот смотрите внимательно вот это сработанная суспензия тюрингейца именно вот так работает свободное зерно вот этого слоя медленным его назвать вообще нельзя именно скажем так прелесть состоит в том что зерно это свободное оно получает особенность скажем так быстроты работы при всем бредом вот смотрите еще раз вот это все темнеет темнее не от японца темнеет от тюрингейца опять же таки если он правда криво но я думаю будет достаточно для для наглядного изображения вот этот желто-зеленый желто-зеленый вот этот мой рабочий экстраслурик назовем его так точно так же через алмазную областину мы на него перенесем суспензию вот этого болтуса камень этот неровный но я думаю будет все равно ясно и понятно как мы видим здесь потемнение не происходит даже несмотря на то что камень вот этот камень он ну помягче будет в любом случае но по скорости он проигрывает ну опять же таки здесь подрабатывает свободное зерно он сам по себе притерт не очень поэтому определенный определенную агрессию имеет таким и образом но этот даже на ход поприятнее будет так мы сразу в лопах прямо очень хорошо так лишнее подтираем вернее под убираем потом так самую капельку водички подбавили и вот такими совсем легкими движениями тут уже красотища наводится на фасках на рабочих просто беспредельная бесконечная изумительная повышается адгезионная способность и клинка он начинает подлипать ну тут мы уже я так чувствую по клинку уже перебрали все правка и все на этом участие абразивных материалов заточки бритвы клинковой можно считать в абсолютном объеме выполненным в абсолютном объеме никаких рисочек никаких черточек нет здесь ничего и в помине у него нет никаких включений ни у этой породы нет включений ни у этой породы вот бывший очень они абсолютно чистые абсолютно состальные то есть никаких жли Over в каких-то включений этого ничего нет еще раз это лучшее что можно найти и отобрать то что сделал я я благодаря максу отобрал этот камень он у меня находился вот я предлагаю его вашему внимание вместе вот с этим слуриком для наведения суспензии светло-зеленого слоя теренгейского сланца в эксклюзивном дворце от маэстро труфанова 9000 гривен за комплект прошу любить и желать на этом пока все абсолютно ненадолго прощаемся сейчас вдогонку я буду показывать группу которую прислал в для проведения хон обслуживания андрей сейчас будем осматривать 2 из 3 он будет предлагать к продаже поэтому до скорой встречи бонзай